Как научиться зарабатывать деньги тогда? Хороший вопрос. Вот именно с психологической точки зрения. Вот я начну с того, с чего начала ты. Работа должна быть любимая. Я считаю... Но не все хобби приносят деньги. Не все, но это факт. Я даже не знаю, что не приносят деньги. Вот есть какие-то идеи? Нет, ну может быть, не знаю, уличный музыкант или художник, ну ему там, который просто рисует в свое удовольствие, но не принесет ему это. Понятно, что он не могло. Но ему это нравится. Нет, конечно, уличный музыкант и художник могут зарабатывать миллионы. Как живописью, так и музыкой. Если, так сказать, в это вложить, уйти с улицы, наконец, купить... То есть ты считаешь, что просто все в голове, и ему так нравится такой образ жизни, ему больше и не нужно. Если бы он хотел заработать, он бы заработал. Ну, конечно, потому что есть люди, которые просто не хотят зарабатывать деньги. Давай о них тоже вспомним. То есть они хотят где-то вот гипотетически, но при этом они лежат на диване и там плюют в потолок. Ты знаешь, я думаю, да. Вот у меня брат родной старший, он уже лет 25 живет в Канаде, да? Он купил себе всякую аппаратуру музыкальную, играет дома. Еще любит покупать машины риаритетные. Какие деньги зарабатывает? То работает, то не работает. А ему уже скоро под 70 будет. Ну, такой характер у человека. Спокойный. Тогда небольшое отступление. А как найти вот то, что тебе нравится в жизни? Чем действительно тебе будет комфортно заниматься? Это очень важный, на самом деле, вопрос. Это сложный вопрос, потому что для того, чтобы найти то, что тебе нравится, нужно понимать, что ты хочешь. Понимать свои желания. Ну, я хочу зарабатывать миллиард, заработать миллиард. Вот это первый ошибка, пытаясь многие олигархи. Не думать о деньгах. Без того начинаешь, да. Ты должен сказать, я очень люблю производство спичек. Я обожаю фарфоровые тарелки. Мне нравится строить дома. Я люблю, в конце концов, делать оружие. И тогда придут деньги. Когда ты говоришь, я хочу много денег, ты, как правило, смотришь передачи про богатых, ты читаешь книги, как заработать миллион, и ничего не зарабатываешь. Почему? Потому что у тебя просто история про деньги. Там нет никакого содержания. Хочешь деньги, иди работать на монетный двор, если мы говорим о России, или куда-нибудь в Федеральную резервную службу США, где печатают деньги. Там реально много денег. Устаешь у станка, и перед тобой миллиарда биллиона проплывает. А если ты хочешь заработать деньги, ты спроси себя, чем ты хочешь заниматься. Слушай, давай поговорим... Это на самом деле самое важное. Я вот этого от тебя ждала уже с самого начала этой программы, потому что занимайся любимым делом, а деньги придут. Теперь по поводу хобби. Я хочу все-таки тебе ответить, если ты не возражаешь. Вот я психолог. И 40 лет назад я был психологом, 35. И я зарабатывал 69 рублей. Сейчас, когда я собираю залы по полторы тысячи человек, я заработаю больше, чем 69 рублей. Почему? Потому что работая тем же самым психологом, ты правильно говоришь, все в голове. Я научился зарабатывать деньги этим же хобби. А что изменилось? Я ничем другим не занимаюсь. Я чем занимался за 69 рублей, тем же занимаюсь за 20-30 тысяч долларов. А кто-то так и занимается, продолжает заниматься за 69 рублей. А вдруг ему нравится. Как ты перестроил голову? Ты знаешь, я тебе скажу, как я перестроил голову. Я советский человек, абсолютный совок. Я не то, что был мимо денег, но я... Это вообще было не то, что не главное, даже не 10-е место занимал. Так воспитывали. Я тебе больше того скажу. Вот я мужик, да? Когда я был молодым парнем, 20-летним, вот то, что сейчас многие парни думают, а какая девчонка с тобой вообще пойдет без денег. Я гордился тем, что когда я работала в бойлерной, то девчонки приходили ко мне в бойлерную. Ты знаешь, что такое бойлер? Ты, наверное, им рассказывала, что у тебя куча денег. Нет. Да там видно, помойка натуральная, бойлерная. Это где температуру дают, да. И особенно, я помню такой, я всем рассказывал, пришла девчонка в норковой шубе и кинула эту шубу прямо на грязный пол. Говорю, вот оно. Это советская психология, понимаешь? Я гордился тем, что у меня вообще нет денег. То есть ты был такой уверенный, что ли, в себе? Не знаю, но это совок абсолютно. Я гордился. Я всем говорил, что у меня зарплата 69 рублей. Чтобы ты понимала разницу, мой отец зарабатывал рублей 800. Брат зарабатывал где-то 1200, а я 69. Так вот, почему я изменился? Почему я научился работать тем же психологом, зарабатывать в сотни раз больше? Я попал в Израиль. А Израиль вообще не советская страна ни разу. В Израиле все очень просто. Есть деньги, живи. Нет денег, вообще твои проблемы. Как в любой западной стране. И вдруг я понял, что ты можешь бить себя кулаком в грудь, сколько хочешь. Но у меня отключили телефон за неуплату. Мне в Иерусалиме там газовая болота, там нет центрального отопления. Тебе просто не привозят газ. Но хочешь, вот можешь палкой потереть от кирпича, выдать огонь. А не хочешь, иди работай. И когда... Я даже не говорю про машину с квартирой. Таких мечтных у меня не было. Просто, чтобы снимать квартиру, чтобы ребенку купить платье, чтобы вообще было что-то на ужин, и в 5 свет с газом не отключали, с телефоном. Просто иди и работай. Ну это как бросили у моря, выплывешь, выплывешь, нету, тонешь. Мне было около 30 лет, когда я попал в Израиль, ну не 15, да, но в то же время молодой парень. И у меня абсолютно, за что я Израилю, конечно, благодарен, абсолютно поменялись мозги. Потому что я стал зарабатывать деньги, я перестал бить себя кулаком в грудь, что у меня их нету, потому что это вообще никому не интересно. Таких кого нету, там дофига народу. Ну вот тем, кто не попал в Израиль, расскажи, как они поменялись, что нужно себе такое сказать, что надо сделать. Ты знаешь, Россия же сама другая. Подожди, подожди, Россия это не Советский Союз сегодня. Хотя попытка, по-моему, вернуться есть, такая нескрываемая. Может быть по этой причине, что будут опять всем платить 150 рублей, все будут довольны. Может так оно и лучше, не знаю. Но сегодня люди, которые живут в этой стране, они другие. Они пережили 90-е годы перестройку, и сегодня в России, если ты не оплатишь коммунальные услуги, тебя просто выкинут из квартиры. Это абсолютный Нью-Йорк, считай. И Тель-Авив, а не советская Москва. Ну то есть, получается, опять-таки это страх. Страх, что у меня отключат электричество, воду, газ, там, я не знаю. Да весь мир с этим страхом, как ты называешь. То есть, это страх. Это не невроз. Знаешь, это даже не страх. Это на автомате ты отвечаешь за свою жизнь. Это же десятки лет, сотни, наверное, лет в мире. Просто мы вчера с этим столкнулись. Потому что до сих пор, я сейчас не могу спать, эти квитанции, которые были, нищий мог оплатить, понимаешь, коммуналку в советское время. Бабка моя 50 рублей к пенсии спокойно могла оплатить. Сегодня, когда люди получают счета по 15 тысяч рублей за трехкомнатную квартиру, а у них 16 тысяч рублей, вот врач, зарплата, он не может оплатить уже. Поэтому сегодня, нынешнее поколение, конечно, оно уже другое. Оно уже... То есть, обстоятельства вынуждают их только зарабатывать, и если ты не ленивый, то пойдешь и заработаешь. Ты считаешь, что все, кто хочет зарабатывать, они зарабатывают деньги? Ну, руки, ноги есть, мозги есть. Я тебе хочу сказать, это в каком-то смысле, с непривычки, это был страх в России. А на Западе они так привыкли жить. На Западе все дети уже понимают. Что надо себе сказать? Я вот тебе все какой-то рецепт хочу выпадать. Что-то, не знаю, принять, что вот все как-то... Я понял твой вопрос. Самый крайний вариант. Я постараюсь ответить так, да. Конечно, говорить себе про деньги, я смогу, я заработаю, мне эта идея не нравится. Ты еще аутотрейдингу займись, и держи какую-нибудь 100-долларовую бумажку для бедительности. Не помогает. В кошелек еще некоторые кладут, знаешь. Помогает вот что. Когда ты с детства, или тебя с детства родители воспитывают, считай с тобой. Мы сейчас, если будет у нас еще время... Мы сейчас про детей отдельно поговорим. Давай пока про взрослых. Ты научаешься, да, про взрослых, понимать свои желания. И когда ты еще учишься в школе, в девятом классе, ты примерно, очень абстрактно пока, очень примерно приблизительно представляешь, чем бы ты хотел заниматься. И когда ты занимаешься, чем бы ты хотел заниматься, у тебя все зарабатывается. Ты должен понимать, чем ты хочешь заниматься. Тебе должно нравиться твое занятие. Именно это приносит наибольшее количество денег. А если вот есть такие люди, я их знаю, вот они просто любят деньги, им нравятся деньги. Да, есть. Им тогда как быть? Ну, они обычно работают в финансовой сфере. Как быть? Продолжать любить деньги. Или выходят замуж, или женятся на миллиардерах. Ты знаешь, это, как тебе сказать, это не любовь к деньгам больше. Это, к сожалению, дети, которые, у них отбиты вообще все желания. Они находят такой путь в жизни, что вообще ни хрена не делать, но выйдя замуж и рожая, пристроиться на такую халяву, чтобы им за это платили деньги. Ну, есть такой способ жизни. Но он не потому, что они деньги любят, потому что они ничего не хотят вообще, да и не могут. И не пытались даже. Мы с тобой оба встречали таких людей. Кстати, это бывает и женщина, и мужчина. Мужчина называется Альфонсин. Да это все, да, из-за как-то в детстве страданий, я не знаю, из-за чего. Это, знаешь, это подавленные какие-то желания, подавленные эмоции, подавленная потребность самореализации. Вообще, когда я сам работал в школе, я говорил такую вещь детям 1 сентября. Дорогие дети, вы пришли в школу за знаниями. Почему? А за работу головой платят гораздо больше, чем за работу другими частями тела. Говорил я детям, которым было 6 лет. И они меня тогда еще понимали. Как сформировать здоровое отношение к деньгам психологически у детей? Во-первых, спасибо за вопрос. Это один из самых важных вопросов. Первое, у родителей не должно быть разделения, что вот мы живем такой жизнью, а ребенок вот такой жизнью. Пример. Не надо их выбаловать. Вот он должен понимать цену деньгам, попрекать. Ты знаешь, как нам с отцом тяжело дается и так далее. Я бы на месте ребенка сказал, а что, просили рожать что ли? Было у меня случай, когда я читал лекцию в Лондоне, встал один мужик, больше похвастаться, конечно, он хотел. Я сказал, мой ребенок очень плохо учится. Я должен его катать на своем личном самолете? Сказал он, ожидая реакции зала. Зал, конечно, заржал, потому что все-таки это Лондон. Там не так много колхозников, поэтому зала было смешно это слушать. И что я сказал этому отцу? Я сказал, ребенок должен жить жизнью своей семьи. Если самолет пусть катается, нечего жрать, он тоже будет голодать. То есть не нужно последнее отдавать ребенку, чтобы ему все больше родители будут голодать. Если ребенок живет жизнью семьи, есть деньги в семье, и у него есть деньги. Он ездит отдыхать с родителями, ему покупают дорогую одежду. Нет денег, он знает, это его семья. Ни у кого нет денег, у него тоже нет. Теперь, очень важно с шести лет, чтобы ребенок имел карманные деньги. С шести? С шести. Не символические. Это деньги, давайте мы скажем о России. Может быть, 50 рублей в неделю. Это нужно за что-то платить ему? Стоп, стоп, стоп. Ни за что. Вообще ни за что, и они ни к чему не привязаны. Подожди, знаешь, вот некоторые платят за хорошие оценки, за то, что помыл полпосуду, обувь почистил. Объяснить, почему не люблю? Потому что ты не посуду любишь мыть, и не оценки получать, ты деньги любишь. То есть то, что ты делаешь, не играет для тебя никакого значения. Ты это делаешь опосредственно за деньги. И ты вырастаешь, опять у тебя нет в голове ничего, кроме денег. Ты не знаешь, любишь ли ты учиться, какие тебе нравятся предметы. Потому что тебя, как морковку перед кроликом, держали все детство за эти деньги. Нет, карманные деньги ни к чему не привязаны вообще. Их дают просто так. Это не поведение, не учеба, ничего. Дальше. Когда ребенок вообще маленький, 3 года, 4, 5, его надо спрашивать в рамках разумного, что ты хочешь на завтрак. Не вообще, что ты хочешь, а вот есть варианты, например, яичница, омлет, сырники, и там, макароны, чтобы ребенок научился с детства понимать свои желания. Когда есть проблемы с ребенком, ты опять спрашиваешь, что ты сделал, почему ты это сделал. Ты не ставишь, что он молча в угол. Зачем все это нужно? Когда этот ребенок вырастает, он знает, кто он, что он, и что он хочет в жизни. Вот такие зарабатывают деньги.